Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами рассмотрим два вопроса. Первый вопрос, это вопрос связанный с тем, что было вчера озвучено президентом Российской Федерации в отношении малого и среднего бизнеса. В работе принимает участие директор муниципального казенного учреждения Центра малого бизнеса и понимательства Богомазова Юлия Владимировна. И вторым вопросом мы уже рассмотрим непосредственно начало 2016 года. Те вопросы, которые перед нами стоят в 2016 году. Мне бы хотелось бы именно от вас, как от глав, услышать, что бы вы хотели, на что мы в сессиях обратили внимание, какие вопросы, как вы считаете, должны будут быть рассмотрены. И чтобы мы уже тогда совместными усилиями эти вопросы решали. ...соединительность органов местного самоуправления и с вопросами местного значения, которые относятся и к сельским поселениям в том числе. Такие, как создание условий для обеспечения жителей поселения общественного питания, услугами связи и торговли бытового обслуживания. Также вопрос местного значения, который относится к сельским поселениям, это создание условий для поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Там есть перечень пунктов, которые необходимо исполнять. Я понимаю, что перечень этих пунктов относится к органам исполнительной власти, тем не менее, есть такие пункты, как программы по поддержке малого и среднего предпринимательства, которые утверждаются Советом депутатов. Мне бы хотелось, чтобы вы, скажем, более серьезно отнеслись к этому моменту, потому что на селе субъекты малого предпринимательства есть. В основном это индивидуальные предприниматели, которым на сегодняшний день достаточно сложно осуществлять свою деятельность, с учетом того, что в основном индивидуальные предприниматели в сельском поселении это предприниматели, которые занимаются торговлей общественного питания, то есть продуктов. Во многих сельских поселениях есть уже сетевые магазины, которые непосредственно, конечно, такую серьезную конкуренцию составляют нашим предпринимателям. Хотелось бы, чтобы помощь была карта. Немножко расскажу, что на сегодняшний день предприниматели Кингисепского района имеют возможность получать субсидии, стартовые субсидии для начинающих предпринимателей. Это такая существенная поддержка. Субсидии размером до 500 тысяч для начинающих предпринимателей, действующих менее одного года. И тоже хотелось бы обратиться к вам с просьбой, чтобы на своих советах, может быть, вы вынесли как инициативу, заслушивать специалистов администрации, которые занимаются непосредственно потребительским рынком. То, что мы будем, какие вопросы будем решать по городу. И от депутатов такой вопрос прозвучал, что нельзя ли именно на период таких длительных праздников, как, например, новогодние праздники, использовать территорию Октябрьского бульвара, где фонтаны, оленя там и все прочее, использовать для размещения каких-то там сказочных домиков с различными подарками, игрушками. У нас обращались предприниматели перед Новым годом, попытались сделать тоже такой новогодний ярмарк. Но сейчас очень такой сложный период, понимаете, естественно, покупательство способное достаточно низкое. И они очень быстро закончились, но тем не менее, в период с 3 до 6 января, у нас тоже была там рождественская, новогодняя рождественская такая небольшая ярмарка. Конечно, хотелось бы, чтобы был измеренный участок, чтобы он был оборудован, чтобы это все было красиво на определенном уровне. Мы к этому стремимся. В правом плане это все уже отрегулировано. И пожелание, и гость. Может быть, вам надо все-таки информационно как-то, может быть... Ну, то, что сегодня прозвучало, я надеюсь, что коллеги наши, пресса уважаемая, она даст. Ну, все-таки каким-то образом надо доводить до малого и среднего бизнеса эту информацию. Получается, они просто ей не обладают, а потом вот это выливается в таких каких-то кормах. Вот у нас не хотят, не делают, оказывается, все готово, все есть. Приходите и берите, и пользуйтесь. У нас на территории Индисепа, Индисепского района, есть какие-то проблемы, вот о которых говорили. Несанкционированные проверки, значит, жалобы, будем говорить, анонимного характера не поступают, нет. У них был предприниматель, который выражал недовольство, каким образом непосредственно проводилась сама проверка. Обращали на это внимание, беседовали, пытались каким-то образом помочь. Ну, во всяком случае, чтобы люди были готовы к тому, когда придет проверяющий, какие у него есть права. Вот это самая, наверное, большая проблема, что не все, к сожалению, предприниматели знают свои права при осуществлении надирающих опытных государственных правил. Надеюсь, что мы также и дальше будем совместно работать и решать те задачи, которые сегодня стоят перед нами на территории города Индисепа, Индисепского района, в отношении малого и среднего бизнеса. Спасибо большое. Отменяемся, может, короткими мнениями по работе нашего районного совета. У нас начинается 16-й год, он уже начался, мы должны понимать, что те задачи, которые перед нами стоят, мы должны решать. И хотелось бы в начале этого пути, ваше мнение для меня, как для руководителя, оно очень важно, потому что оно позволяет принимать движение неправильное решение. Поэтому, пожалуйста, учитывая, что открылся ледовый дворец, ледовая арена, они начали работать, может быть, заслушать информацию от них о том, на каком этапе они сейчас, какие там у них есть сложности, что надо ли им помочь. Или они уже все спокойно, там, четко у них сформировали и режим работы, и график там. Ну, хотя бы там для каждого класса, хотя бы один раз, может быть, две недели, может быть, раз в месяц, чтобы урок физкультуры проходил именно вот в этом спортивном заведении. Потому что кто-то хочет, кто-то не хочет, но прообщать детей все равно к этой культуре надо. Ну, правильно Сергей Геннадьевич сказал, что все те планы, которые мы строили на этот год, они прорабатывались в прошлом году, естественно, там, не один день, не один месяц. Сейчас вот что-то такое добавлять по поселению, да, мы сформировали бюджет, то есть, да, те наши хотелки, которые мы хотели. У нас, я считаю, что задача поставлена, конечно, такая высокая планка. Дальше, вот, продолжение спортивной нашей темы, вот, я думаю, говорит, что у нас мы планируем устроить свой фок. Не отставать от других поселений, от Вестин, допустим. Ну, и какие значимые для населения, это ремонт крови двух домов, трех домов мы планируем в этом году, запланируемые денежки есть. И идет работа по газификации, реконструкция нужных отечественных сооружений. Поселок растет, сейчас за счет детского сальника вырастает, там проблемы возникают. И будет еще дополнительно, вот, подняться уже, потому что приезжают инвесторы, которые уже пытаются у нас что-то строить из жилого округа. Я что, пропустил, наверное? Да, в амбулаторе пропустили. Самая главная проблема висит уже в обещании нашего главы администрации, Дрозденко, который тоже обещал, что это будет исполнить. Да, это подтверждение. Это главное. Когда человеку на капельницу надо ездить в Кингисеп, извините, это не дело. Вот, кстати, между прочим, на это и обращает внимание губернатор Александр Дрозденко, чтобы вот эти, почему... Сегодня бюджет Ленинградской области тратит серьезные деньги на эти амбулаторины для того, чтобы граждане первоначальный комплекс медицинских услуг получали на месте их. Ну, у нас в поселении, конечно, вы знаете, обстановка очень сложная. Сейчас у нас нет главы администрации постоянно, во временно исполняя обязанности главного муниципального образования. Но мы, тем не менее, составляем этот план, какая у нас основная проблема стоит. Во-первых, у нас нужен ФОК, у нас нет денег на содержание ФОКа, и нам нужен какой-нибудь новый. Конечно, это мы просим деньги. Теперь мы сейчас выходим на железную дорогу РЖД, чтобы договариваемся с ним, участок под застройку домов, чтобы наши дома вот эти снести старые, а новые дома построить, чтобы наши жители получили взамен жилье в этих новых домах. Растелить вот этот аварийный дом, потому что он действительно уже, было три экспертизы, он уже не... То есть там можно провалиться уже однажды, второй этаж проснется на телах первого этажа. У нас вот газификация, она на 17-18 год у нас газ будут проводить, вот Нарва, вот Корт, да, и к нам будут трубу через 1 мая, трубу к нам будут туда заводить. Я думаю, что постоянный газ у нас будет. Я буду каких-то вопросов, касающихся нашего районного совета депутатов, для рассмотрения дополнительных. Я, в принципе, мы посоветовались и пообщались в администрации. Таких вопросов, которые бы мы могли вынести на районный совета депутатов, в принципе, у нас нет. Я, конечно, тоже немного скажу. Единственное, первое, первое, на чем я хотел бы остановиться, это у нас сейчас, вот сейчас должно начаться строительство школы нашей Пустомирской, новой. И проблема у нас одна, это организация подъездного пути к строительству. Ремонт участков водопроводов и конвестиционных очистных сооружений. У нас уже есть план газификации Веймарна. Вот это вот основные вопросы. А все остальные вопросы, которые мы наметили для решения социально значимых вопросов, все решать, дилегму, это, конечно, большое значение. Ну, вот там. Начинаем фонт, в частности сейчас идет о исполнении схемы, газификации, газификации, газификации пунктов. Потом сейчас, в данный момент, идет ремонт теплокраса, в виде фронии, в интегральном сооружении. Вот. И в ближайшее время должна запуститься новая модуль домкотильника. Вот проблема в нашем поселении, это вот реконструкция линии электропередач. Также у нас проблема, это в нашем детском сооружении нужно заменить окунные блоки. Окунные блоки деревянные, старые, практически уже могут просто выпустить. Вот. И замена там навеса в детском сооружении. Также проблема еще внутри, ремонт внутренних дорог, поселедческих дорог. Все денежки, которые выделены на бассейн, от 320 миллионов, готов освоить в этом году. То есть, по его прикидкам, бассейн должен в декабре месяце быть готов. Это, конечно, старые, 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 они должны сносить. Дальше, значит, у нас в планах капитальный ремонт двух улиц, тросово-садовое. И сейчас идет, начали мы в этом году, прокладку основного коллектора по госпитальному, по частным сооружениям. Что касается проблем, значит, у нас проблема с оплатой уличного освещения федеральных трасс. Эта проблема, наверное, не только у нас. Я бы хотел все-таки, каким-то образом это может быть в инстинна в программу рассмотрения на районном собрании. Тут два вопроса. Это установка светофоров на федеральных трассах. У нас пять переходов на Кингисепском шоссе, но светофора нет. Один мигающий поставили, который и то тут завязан на уличное освещение, но не работает. Это очень, ну, такие сельцо, там бегуницы, там нормальные светофоры стоят. Хотя население там гораздо меньше, в пять раз меньше, чем в Новом городе. В Западном управлении мне уже два года назад в даче главы администрации говорили о том, что проект готов, опоры будем ставить. Но оплата идет с бюджета, с местного. Не можем мы, мы не должны платить оплату, потому что земля-то дина и опора освещают трассу, не тротуар. Согласен. То есть они должны оплачивать. Мы вот этот вопрос, сколько ни бьемся, отписки пишут, нет на балансе, нет на балансе. Если у вас нет на балансе, почему тогда вы проект сейчас делаете? Когда мы только не обращались, и в последний раз вот Варновских уже подключили, он там при нас звонил, чтобы как-то разобрались. Дополнительно к этому вопросу, то есть у нас сегодня Кингисет плохо освещен, очень плохо освещен вечером. Людям неудобно в ночное время, в вечернем перебегаться, я по городу хожу, все это вижу. Но платим-то мы за освещение-то, и не только мы, и учебные все учреждения платим по тарифам коммерческим. Сколько можно платить, так сказать, государству, муниципальным учреждениям по коммерческим тарифам? Я считаю, что это, конечно, вопрос субъекта, не субъекта, а федеральный вопрос. Но мы должны сегодня, соответствующей инициативой, выйти на губернатор, на законодательное собрание Ленинградской области, чтобы этот вопрос обозначили перед федеральными органами власти. Кто не говорит, что надо убрать там блокпосты и все это прочее? Ради бога. Но пропускайте по российским паспорта. Да, и получается так, что житель Комаровки не может проехать Лавровку. Житель Запада не может проехать, Кингисепа не может проехать. Дело все в том, что не хуйбочу. И люди хотят это смотреть. И это же нигде, это в Европе нигде такое, что две, так сказать, замок и крепость друг против друга стояли, сохранились. Это большой интерес, а мы сегодня вот именно ограничиваем. Это все, строили дом и расселяли в аварийный жилой фонд 36-ти квартирный. Я, наверное, раз в пять в ФСБ ездил для того, чтобы там согласовать эти списки. Понимаете? Ну и все, и как бизнес, что они предлагают, там постоянно нужны пропуска, там нужно людям работать с ФСБ. Ну проблем очень много. Но люди-то наши, российские, почему они должны пропускать какие-то выписывания на территорию России? Все запланировано, планируем к исполнению все, что в рамках бюджета, все, что удастся решить за счет недвижебных источников. Мы надеемся на решение вопросов по газификации, пытаемся решить вопросы с узаканиванием и поддержанием надлежащих состояния мест охранения граждан, потому что это просто беда какая-то. Даже не хочется, например, приводить. Не знаю, как другие поселения, у нас просто какая-то катастрофа. Те вопросы, которые и спокойный пункт на Руси, это ремонт дорог, это проблемы измеченные, требуют большого финансирования. Понимаете, что те десятилетия, которые эти проблемы не были решены, сейчас решить в одиночку муниципальным образованием, конечно, просто физически, материально, экономически просто невозможно. Все, что в силах муниципального образования, все будет выполняться, все будет превратиться в движение. Основная задача, чтобы жители получали муниципальные образования от услуги, хотя бы в том уровне, который они есть, чтобы люди не замерзли, имея водоснабжение или педализацию, не замерзли хотя бы, если есть электроснабжение, не было каких перепадов напряжения и периодов прекращения подачи электроэнергии. Так вот, в направлении, как и власть, так она и будет вместись безусловно. Надеемся на то, что если будут решены вопросы с газификацией, то, безусловно, это привлечет на то, что в качестве уровня комфортности проживания населения в сельских поселениях придет к тому, что все-таки есть надежда на то, что молодежь начнет оставаться на земле и не будет покидать места родительских домов. И хотелось бы, конечно, я лично с газификацией связывали именно вот это, потому что у них обустроено жилья. Это такой болевый бич, благодаря чему молодежь покидает на все жилье места и уезжает количество людей населения. У нас есть одна такая проблема застарелая, которая, скорее всего, не решится. Это разработка генерального плана, которая требует очень больших средств. Само разработка и постановка населенных пунктов на тогда свой учет, это еще более такие средства большие, поэтому эта проблема не решает. Ну а решаемые проблемы какие? Продолжим ремонт внутри поселковой дороги. В этом году мы очень большое количество делали, заопланировали этот ремонт. Можно, когда-то, если продолжить, продолжать. Освещение у нас практически раз на 95 сделано с материйными светильниками. Очень ярко освещено, в отличие от 50. Очень ярко. Вечером вы проедетесь в поселение, я сам езжу и удивляюсь. Теперь согласовываем муниципальные программы. То есть районный совет согласует муниципальные программы. То есть делается конкретная программа по каждому муниципальному образованию. То, что сейчас озвучил Михаил Борисович. Наказы избирателей. И ее так можно и назвать. Программа наказы избирателей. И под эту программу, вот эта строчка, туда закладываются деньги. И пожалуйста, администрация уже эту программу реализовывает.